Как готовят к зиме автотрассы Ленинградской области, рассказали журналистам в управлении Росавтодора по северо-западу. Здесь сотрудникам СМИ демонстрировали специальную дорожную технику и новую систему контроля дорог. Она представляет сеть метеостанций, измеряющих скорость ветра, температуру дорожного покрытия и интенсивность осадков. Все понимают, что необходимо как можно больше получать информации с очень протяженной сети автомобильных дорог, только в Ленинградской области, федеральной дорог, больше 1400 километров, 1405 километров на данный момент. И, соответственно, необходимо установить как можно больше метеостанций. На данный момент Ленинградской области их 45 установлены. Каждая дорожная метеостанция оборудована видеокамерами. Картинка с них поступает в Центр управления дорогами. Отсюда диспетчера следят за ситуацией на шоссе и в случае ухудшения погоды и образования заторов отправляют на трассы спецтехнику. Все данные Росавтодор публикует через спецприложение в интернете. Мы можем информировать пользователей, например, что на съезде на Мурманской шоссе будет затор. Аналогичным образом мы можем поступить и на наших дорогах, в частности на автомобильной дороге Сартовала, оснащенная тоже автоматизированной системой управления дорожным движением, что на КАДе существуют какие-либо проблемы для движения. Это позволяет оперативно распределять транспортные потоки, снижать аварийность и увеличить руководственные способности сети автомобильных дорог. Отдельное внимание Росавтодор сейчас уделяет предстоящей борьбе с гололедицей. На зиму для восьми федеральных трасс региона заготовили более 30 тысяч тонн технической соли. Любопытно, что закупали ее в Белоруссии, так как везти реагент с других регионов России и Казахстана дороже. Всего на содержание автодорог в области в текущем году израсходовано почти 2,5 миллиарда рублей. Аналогичную сумму на эти цели планируют потратить и в 2016-м. Редактор субтитров А.Семкин